Здравствуйте друзья, героем этого обзора станет еще один вариант компактного источника бесперебойного питания на литий-ионных аккумуляторах. Сравнивая с устройствами такого класса, которые уже побывали у меня на тестировании, ссылки на обзоры я оставлю в описании под видео, это достаточно интересный вариант с учетом его небольшой стоимости и хорошей емкости. Тем более, что рассчитан он на одно из самых распространенных напряжений 12 вольт, на котором работают множество роутеров, IP камер, мини ПК, LED лент и т.д. Подробнее далее в обзоре, а пока попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей интересующихся этой темой и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше. Модель UPS 1202B тип аккумуляторов литий-ионные 18656 штук, заявленная емкость 44 ватт часа, тип установки между блоком питания и потребителем, входное и выходное напряжение 12 вольт, разъемы, вход 5,5 на 2,1 мм, выход 5,5 на 2,5 мм, максимальный ток 2 ампера, размер 111 на 60 на 43 мм, температура использования от минус 20 до плюс 65 градусов Цельсия. В противоударном пакете, который я забрал с почты, обнаружилась картонная коробка с надписью мини ОПС и кабель длиной полметра с разъемами 5,5 на 2,5 мм желтый и 5,5 на 2,1 черный. Внутри, кроме бесперебойника, нашелся еще один точно такой же провод и небольшая инструкция на английском, из которой можно узнать, что существует еще как минимум две версии, на 9 и 12 вольт, но с максимальным током нагрузки в 1 ампер, а емкость может варьироваться от 14,8 до 57,2 ватт-часа. Конструкция самая базовая, бесперебойник представляет собой просто черный кирпич. Корпус клееной винтов я не нашел, поэтому разборки не будет, если она приводит к деструктивным последствиям, я ее не провожу. На мой взгляд, гораздо важнее его реальная емкость, измеренная на нагрузке. На одной из сторон находится переключатель, он отвечает за включение аккумулятора, тут их 6. Емкость каждого по 2000 мАч. Даже если аккумуляторы отключены, при наличии питания на входе устройства, оно будет и на выходе, просто не будет функций ИБП. На нижней стороне перечислены параметры, о них я уже сказал, и имеется крепление для самореза, чтобы можно было повесить его на стену. Начнем тестирование. Подключаю внешний источник питания, аккумуляторы отключены, нагрузки нет. Собственное потребление бесперебойника 0,3 ватта. Приехал он полностью разряженным, переключатель аккумуляторов был включен, это их и разрядило. При подаче питания, без нагрузки, потребление всего лишь 3 ватта, то есть полная зарядка займет часов 15, а то и больше. Следующая проверка с подключенной нагрузкой, потребление которой чуть более 9,5 ватт. Бесперебойник при этом потребляет более 13 ватт, то есть зарядка аккумуляторов продолжается. Это правильное и ожидаемое от такого устройства поведения. Стоит отметить просадку напряжения до 11,3 вольта, хотя этого хватит большинству потребителей, но все же. Заявленная мощность 2 ампера, при 12 вольтах это 24 ватта. Поднимаю нагрузку до этого значения. За счет просадки напряжения до 10,9 вольта, ток на такой мощности составляет 2,2 ампера. То что бесперебойник тянет эту мощность, хорошая новость, просадка напряжения не очень хорошо. На блоке питания мощность 28 ватт, то есть зарядка аккумуляторов продолжается. Теперь отключаю блок питания, он показывает мощность 0 ватт, бесперебойник работает от аккумуляторов и напряжение выросло до 11,9 вольта, что при таком токе составило более 26,5 ватт. То есть от аккумуляторов бесперебойник дает заявленное напряжение. Я планирую использовать этот бесперебойник для своего мини-пк Bellingcom Mini, выполняющего роль основного сервера умного дома. Его потребление порядка 6-7 ватт. На такой мощность бесперебойник, чтобы отдавать заявленные 12 вольт, должен получать на входе порядка 12,5 вольт, как на этом кадре. Счастье, что Bellingcom нормально работает и при более низком напряжении. Теперь проверим не на лабораторном блоке питания, а на родном Bellingcom Mini. Он по параметрам должен отдавать до 2 ампер при напряжении 12 вольт. Без нагрузки просадки не наблюдается. Тут нагрузка более 8,5 ватт, выше чем надо для мини-пк, но это дает понять, что ИБП вполне с ним справится, несмотря на небольшую просадку до 11,6 вольта. Для испытания бесперебойного питания я использую светильник. Сбоя нет, он работает от аккумулятора. При восстановлении внешнего питания сбоев на выходе тоже нет. Отключим аккумуляторы. Теперь бесперебойного питания нет. Питание от аккумуляторов. Для теста емкости бесперебойник нужно полностью зарядить. Внешняя индикация тут только при помощи одного светодиода. Оранжевый, значит зарядка еще идет, оставлю его так. Как я и ожидал, исходя из 3 ватт потребления при зарядке полностью заряжаться он будет около 15 часов. Так и получилось. То есть бесперебойник подойдет только для редких случаев сбоя электропитания, при частых отключениях он просто не будет успевать заряжаться. Разряжать я буду при помощи электронной нагрузки с выставленным током на 1 ампер, хотя это и больше чем не нужно для работы. Запускаем. При работе от аккумулятора в напряжении выше, чем с подключенным блоком питания. Полностью соответствует заявленному. Прошел час, отдано 12 ватт-часов энергии. Напряжение держится в пределах 11,9-12 вольт, все в порядке. Приближаемся к 20 ватт-часам энергии, прошел 1 час 40 минут. Продолжаем наблюдение. Это снято практически перед самым отключением. Прошло более трех с половиной часов. Отдано почти 42,5 ватт-часа. Напряжение все еще в пределах нормы. Буквально через минуту выход бесперебойника отключился. Тест занял 3 часа 34 минуты. Отдано 42,7 ватт-часа или 97% от заявленного. Прекрасный результат. Пересчитав время для мощности Beelink, получим более 6 часов автономной работы. При восстановлении внешнего питания, при полностью разряженных аккумуляторах, напряжение на выходе достаточно для запуска мини-ПК. Хотя просадка, как я и говорил, тут есть. С учетом своей стоимости и реальной емкости, я считаю, что этот бесперебойник вполне подходящий вариант для тех случаев, когда электричество пропадает не часто. Помним, что для полной зарядки ему нужно порядка 15 часов. Из всех протестированных, но ранее устройств такого класса, этот имеет наиболее близкую к заявленной емкость 97% это отличный результат. Заявленный максимальный ток 2 ампера он тоже отдает, хотя с просадкой напряжения в 1 вольт. Нужно проверять насколько это критично для вашего устройства. Хотя для многих роутеров, IP камер и мини-ПК, достаточно даже 10 вольт, лишь бы мощности хватало, а с ней проблем не наблюдается. Из того, что ему не хватает, было бы хорошо увидеть индикатор уровня заряда и отсутствие просадки напряжения при работе от блока питания. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылку на магазин, где был куплен герой обзора. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...